Приветствую вас, ласочки! С вами снова Алла Касаткина, проект «Ладная я». Да, кстати, с вас лайки и подписка, а я вам расскажу кое-что хорошее, кое-что интересное и полезное для вас. Бывает такая ситуация, вот запало на мужчину, вот как заноза в мозг, мысли о нем, что-то, какие-то фантазии появляются тоже о нем, что-то, какие-то возможности открываются перед глазами, и он туда в эти фантазии вашей возможности пролезает, и вы все равно как-то примеряетесь, а если бы я была с ним, а вот как бы у нас вот там вот, и вот это вот все, как снежный ком, одно на другое наклеивается, и получается, что мужик в голове засел уже не за нозой, а таким, знаете, клином большим, вытеснил все из вашей жизни и заполонил вашу жизнь. Смотрите, какая штука получается. Иногда мужчины специально делают так, чтобы поселиться в вашей жизни. Они пытаются вас либо зацепить за живое, чтобы вы на него либо злились, ходили, либо пообещать вам каких-нибудь офигенных, там, я не знаю, сладкий отпуск, где-нибудь там в каком-нибудь дорогом курорте, или туда, куда вы мечтали поехать, он узнал, что вы туда мечтаете поехать, и привязал к вашей мечте свою физиономию, и уже как только вы подумали про то, куда вы хотите поехать отдыхать, бах, и его физиономия в ваших мыслях уже маячит. Либо он начал вам что-то рассказывать, а потом взял, есть такой финт у пикаперов, кстати, очень многие грешат, мужчины теперь тоже этим, он начинает вам что-то рассказывать, он говорит, ладно, я тебе потом расскажу. И вы вот это ходите, а у нас это психологический феномен, если нам чего-то недорассказали, нас муляет, муляет внутри, и мы хотим быстренько получить завершение для того, чтобы запечатать, отправить куда-нибудь в какое-то отделение памяти и забыть о нем. Но пока нам не дали пробку для бутылки, вот эта бутылка открытая, а наши мысли туда вливаются и вливаются, вливаются и вливаются. Но что происходит? Чем больше вы злитесь, думаете о мучении, привязаны к нему в своих фантазиях, строите какие-то планы свои, и его физиономия там или это, как это, тень отца Гамлета там мелькает в ваших фантазиях, чем больше вы о нем думаете, тем больше вы к этому человеку привязываетесь. Тем больше вы к этому человеку привязываетесь. Он может вообще свалить куда-нибудь, развлекаться с другими бабами, месяц, два, три не появляться в вашей жизни, потом появиться и сказать, привет, но ты думала обо мне. И вы понимаете, что вы не просто там какими-нибудь ниточками с ним связаны, вы уже цепью к нему прикованы, потому что если встряхнуть ваши мысли за этот период, он там занимает добрую половину ваших мыслей. Он там хорошо оттяпал себе место в вашей голове, и он там живет. А это значит та жизненная энергия, которую вы могли потратить на себя, на улучшение своей жизни, на развитие своих возможностей, на зарабатывание денег, на улучшение отношений с другими людьми, на поиски мужчины, который бы вам отвечал взаимностью, а не вот это вот просто нелегально поселился, подселенцем в вашей голове был, она вся досталась ему. Вы так взяли себя и обделили, и не за фиг собачий отдали этому мужику вот такие свои ресурсы. И получается, что когда вы к кому-то прилипаете, вы обделяете себя, вы обделяете себя. Думаете, он вам вернет это? Никогда. Почему? Потому что если бы он собирался вам вернуть, он бы начал с первого момента вашего общения делать что-то, чтобы вы не ниточками, как голодный Бобик, за ним тянулись, а чтобы вы чувствовали, что у вас прибывает что-то, вам лучше становится, вам радостнее становится, вам интереснее, не вас тянет туда, вот знаете, как из вас эти веревки вьют, а наоборот, вас как клумбу поливают, а на ней розы расцветают. Вот так бы вы себя чувствовали, если бы мужчина хотел что-то сделать для вас. Возникает вопрос, очень часто женщины задают, я о нем думаю, а как это для него? А для него это зашибись. Энергия, ваши мысли, это энергия, это то, в чем вы обделяете себя и направляете туда. И на тонком плане вся эта энергия из вашей жизни уходит в его жизнь. И он себя чувствует полным сил, полным энергии для того, чтобы пудрить другим женщинам головы, кружить их, вертеть, заниматься с ним тем, чем он хотел с вами заняться, или занялся и убежал. Вот у него в жизни все хорошо, а у вас нет. А у вас нет. И все, что вы можете сделать, это развернуться к самой себе и сказать этому товарищу хотя бы мысленно, вот тебе, больше не дам. И как только его физиономия где-то в ваших этих фантазиях маячит, вы туда быстренько свою, вот я поехала отдыхать. Не я с ним туда поеду, или он меня повезет, а я туда поехала отдыхать. Можете сказать, у меня там сейчас денег нету, там или еще что-нибудь. Слушайте, убирайте, выберите, выгоните поганой метлой подселенца из своей головы. И к сожалению, только как принудительное выселение это единственный способ от этого подселенца избавиться. Выгнала и себя туда, выгнала и себя туда, выгнала и себя. И тогда вы начнете вливать свою энергию не в его жизнь, чтобы там зашибись ему жилось, а в свою. И тогда вы обнаружите, что у вас стало сил больше, у вас появились какие-то интересы, вам возможности открываться стали. А подселенец, а подселенец, может быть, вы так сделаете, еще кто-то посмотрит это видео, вы поделитесь, еще кто-то посмотрит и узнает о нем. А подселенцу станет тошненько, потому что придется шевелить лапками, а не жить на чужой энергии. Поэтому, мои хорошие, подселенцев из головы убираем, себя в свою головушку поселяем и для себя, любимой, начинаем в жизни заниматься улучшением. И будет вам счастье. А мы с вами встретимся в следующих видео. Поспорить, рассказать о своих историях можно в комментариях, отвечу, поддержу, порадуюсь с удовольствием. А мы с вами увидимся в следующих видео. Пока-пока, мои ласточки. С вами была Алла Касаткина и проект Ладная Я. Ладная Я.